Добрый вечер. Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня мы с вами отправляемся на пятую IP-экскурсию по Парижу, IP от Intellectual Property, по местам и достопримечательностям, связанным с историей интеллектуальной собственности в России, Франции и по всему миру. И сегодняшняя наша экскурсия будет посвящена двум Наполеонам, Наполеону I Бонапарту и Луи Наполеону, Наполеону III. Их роли в формировании права интеллектуальной собственности, законодательства недобросовестной конкуренции во всем мире. Собственно, начинаем. Сегодня мы с вами с моста Альма, Понда-Альма. Это известный мост. Вот прямо здесь, рядом с этим мостом, в туннеле Альма, трагически разбилась принцесса Диана. Если посмотреться, мы увидим с вами факел на месте ее трагического крушения. Этот факел – это рука и, собственно, сам факел, копия того факела, который находится у статуи свободы. И это к нашей давней дискуссии о том, как именно следует регулировать вопрос, связанный с копированием статус свободы и их размещения в похожих местах. Но это не самое главное. Самое главное для нас, безусловно, это мост Альма. Мост, размещенный недалеко от Эфелевой башни. Оно у нас за спиной. Перед нами Гранд-Пале и Дворец инвалидов. Вот здесь находится с правой стороны место погребения Наполеона Бонапарта. И, собственно, мост Альма назван в честь сражения у реки Альма, сражения Крымской войны 1854 года, где с точки зрения французской и, наверное, российской, современной историографии российские войска потерпели поражение, но отсрочили момент, когда французские войска, франко-английско-турецкие войска смогли подойти к Севастополю, и тем самым затянули возможность не сдать город сразу. Собственно, перед нами карта сражения 1854 года. Здесь даже написано, что это войска Наполеона, хотя на самом деле Наполеон не был на сражении у реки Альма. Собственно, река Альма, усть реки Альма находится между Евпаторией и Севастополем. На карте Крыма, если кому интересно. Здесь встреча идет про Наполеона Третьего. Но нам сражение у реки Альма интересно с той точки зрения, что оно во многом стало причиной существенных изменений законодательства о товарных знаках в нашей стране. Во многом появление впоследствии реестра товарных знаков, во многом появление впоследствии самой системы регистрации товарных знаков стало следствием поражения русских войск в сражении у реки Альма. И чуть впоследствии мы поймем, почему же так произошло. Действительно, это было первой причиной. Кроме того, сражение у реки Альма стало причиной того, что именно Российская империя и Франция стали первыми государствами в мире, взаимно признавшими права на товарные знаки своих подданных. Франция признала права на товарные знаки подданных Российской империи, а Российская империя признала права на товарные знаки французских предпринимателей, французских юридических лиц. Вот сейчас мы проплываем мимо Дворца инвалидов, место, где был погребен и сейчас погребен Наполеон I. Могила Наполеона III в настоящий момент находится в Англии, и существуют длительные, длинные дискуссии о том, а можно ли перенести, кстати, Брексита, теперь его могилу на родину, будет ли он сохранен тоже в Дворце инвалидов, или где-то в другом месте. Это вот сейчас действительно длительные, оживленные дискуссии ведутся. Однако нам интересно не столько Дворец инвалидов, место, где погребен Наполеон I, вот на карте начала XIX века Дворец инвалидов. Сколько нам интересен другой дворец? Нам с вами интересен Дворец Люксембург. Мы постараемся добраться до Дворца Люксембург и внимательно на него посмотреть. Наполеон I известен не только своими грандиозными завоеваниями, и известен даже не только тем, что создал кодекс Наполеона, который положил основу регулированию гражданского права на территории большинства стран Европы и был адаптирован так или иначе в местное законодательство большинства стран Европы, хотя про это мы тоже сегодня будем говорить. Но с точки зрения товарных знаков Наполеон I известен тем, что является одним из создателей первого закона Французской Республики еще на тот момент времени, потому что он еще не был людором в качестве императора и являлся главным консулом Французской Республики. Закон 1803 года. Наполеон III, вот перед нами Наполеон I. Закон 1803 года, 12 апреля 1803 года, содержит первые нормы, которые признают права на товарные знаки. Кому интересно, можно посмотреть титул 4 этого закона. Здесь говорится о том, что, во-первых, гарантируется право противодействовать контрафакту, во-вторых, в пункте 17 онтлокуется таким образом, что закон защищает и признает контрафактом не только сам по себе контрафакт, но и сходной до степени смешения обозначения, сходной до степени смешения имена либо указания на города, откуда это произошло. И, собственно, самый интересный пункт для нас, пункт 18, здесь говорится о том, что если мы хотим бороться с нарушением права на товарный знак, то мы должны обратиться в коммерческий суд, но предварительно мы должны подать заявление о своем товарном знаке и зарегистрировать в реестре коммерческого суда такой свой товарный знак. Тем самым мы видим, что в 1803 году, существенно раньше, чем это произошло во многих европейских странах, в Америке, Наполеон I принял закон, признающий права на товарные знаки. Вторая роль Наполеона I заключалась в введении в законодательство норм, положивших основу для противодействия недобросовестной конкуренции. И здесь как раз мы говорим про кодекс Наполеона. Кодекс Наполеона в статье 1382 и 1383 создал основу для будущей судебной практики Французской республики и Французской империи по противодействию недобросовестной конкуренции. Собственно, вся практика XIX века, о которой мы будем говорить, о противодействии недобросовестной конкуренции, основана на этих двух статьях. Здесь содержится правило общего деликта, генерального деликта, что любой вред, который так или иначе причинен, должен быть возмещен, вне зависимости от того, был ли он причинен умышленно, либо по неосторожности. И мы видим, что применяя кодекс Наполеона, суды Франции и суды многих других государств, оккупированных войсками Наполеона, и впоследствии внедривших в свое законодательство нормы кодекса Наполеона, стали применять именно данные нормы как основа для противодействия недобросовестной конкуренции. Мы сошлемся на несколько дел. Ну, например, апелляционный суд Парижа в 1854 году, впервые применяя данную статью, использовал обозначение «славешимитейшн», что принято называть некая рабская имитация. Вот примеры нескольких французских дел, которые были рассмотрены, основываясь на 1382 статье в середине XIX века. Одно из известных дел – это Мейсон Пинаут. Мейсон Пино – это некое заведение, которое производило шляпы. Оно находилось по адресу Руришелье в Париже, дом 87. Оно производило шляпы в течение 25 лет. И ответчик разместил похожее заведение, которое тоже звучало как Мейсон Пино, но писалось по-другому. По соседнему адресу через один дом на Руришелье 91. Ну и суд посчитал, что действительно здесь имеет место нарушение, некая недобросовестная конкуренция, поскольку намерение, как говорит суд, использовать сходные имена, это противоречит, собственно, той репутации, которая сформирована старинным домом Пино, особенно учитывая то, что соседний магазин находится рядом. Или, например, другое дело, тоже середины XIX века, которые основаны на статье Кодекса Наполеона, это дело Друво против Хоре. И в этом деле пистец являлся обладателем обозначения Фармаси Сентральда Франс, Центральная аптека Франции, а ответчик назывался Фармаси Ращенель, Ращеналь, по причине франкофонов. Но он добавил к своему обозначению также слова Централь де Франс. В этом части слов Централь де Франс здесь имело место совпадение. И суд посчитал, что это попытка ввести в заблуждение потребителей, создать связь между двумя заведениями и запретила такое использование в будущем оппоненту. Интересно то, что основываясь всего на двух статьях, введенных в Кодекс с Наполеона I французские суды формируют целую концепцию. И ключевой концепцией здесь для нас является концепция ашеландажа. Это концепция, которая имеет нечто подобное с идеей деловой репутации, с идеей Гудвилла. Она называется судами как сумма всех отношений, созданных бизнесом и его клиентами. И, собственно, это и есть то благо, которое защищается на основе статьи 1382-1383 Кодекс Наполеона французскими судами. То явление, которое противоречит данному благу, называется конкуренс де лояль, образовестная конкуренция. Таких дел достаточно много, и эпоха Наполеона III, то есть через 50 лет после Наполеона I и через 50 лет после введения в законодательство норм 1382-1383 статьи, создала целый ряд дел. И ключевые дела здесь, безусловно, дела 1865-го года про вина с обозначением коньяк и вина с обозначением муменко. И вот то самое дело мум, которое мы говорим в российских судах, что это дело прецедентно еще, когда Высший Абитарный суд рассматривал для товарных знаков, оно тоже было прецедентно, но только для недобросовестной конкуренции в 1860-х годах во Франции. Здесь компания мум борется с производителями товаров с похожим брендом, она арестовывает в порту Гавра вино, которое отправляется в Нью-Йорк и которое было отмечено марками мум, хотя на самом деле не являлось таковым. И суд постановил незамедлительно изъять это вино и удалить марки и тому подобное. Таким образом, мы видим, что сама концепция недобросовестной конкуренции, созданная в кодексе Наполеона в 1382-й статье, она получила достаточно большое распространение именно в судебной практике, как таковое законодательное регулирование более детально появится уже в 20-м веке, однако большой массив судебной практики века 19-го формирует само явление недобросовестной конкуренции, то как именно она должна применяться. Здесь важно отметить то, почему же Наполеоновская Франция во многом стала первой страной, первой юрисдикцией, применяющей законодательство, создавшей судебную практику законодательства недобросовестной конкуренции. Ключевая идея безусловного французской революции, если в других странах, где французская революция еще не произошла и подобные революции не происходили, существовали некие сословные порядки, существовали корпорации, существовали гильдии с своими собственными правилами, то акты французской революции, устранившие какое-либо равенство между разными гильдиями, создали ситуацию абсолютно свободного рынка. И, собственно, та судебная практика, которая формируется, эта практика направлена на регулирование данного свободного рынка, на устранение недобросовестных практик, взаимодействия предпринимателей, возникших в неком чистом юридическом поле. Существенно позднее эти идеи вошли в законодательство других государств. Кодекс Наполеона в части этой статьи применялся также на территории, например, Польши в части недобросовестной конкуренции, в части судебной практики по противодействию недобросовестной конкуренции. Таким образом, Наполеон первый, мы запомним его как создателя закона 1803 года о товарных знаках и создателя двух норм кодекса Наполеона, которые положили основу судебной практики середины 19 века о недобросовестной конкуренции. При этом Наполеон третий, который взошел в начале президентский престол, а потом императорский престол в 1800-ти соковых годах являвшийся племянником Наполеона I, по-многому продолжил дело своего дяди. И среди ключевых достижений права интеллектуальной собственности Наполеона III, мы, безусловно, должны считать закон о товарных знаках 1857 года. Это первый закон во всем мире, который учредил систему регистрации товарных знаков. И здесь некую структурированную систему, если закон Наполеона I 1803 года учредил саму возможность регистрировать товарные знаки в суде, то некая систематическая регистрация товарных знаков возникла именно при Наполеоне III 1857 году. Вот можем посмотреть ту типовую форму заявки на товарный знак, которая была введена в законодательство Наполеона III в 1857 году. И если смотреть француз... Ну, кстати говоря, надо сделать оговорку. То есть, если мы посмотрим французские реестры на сайте французского патентного ведомства, либо на сайте Мирного организма собственной собственности, мы найдем там товарных знаков 19 века французских. Мы найдем там товарные знаки до 1950-х годов, но не ранее. Основная проблема связана с тем, что все товарные знаки, которые существовали ранее, в частности, товарные знаки 19 века, как мы понимаем, на текущий момент времени еще не оцифрованы, они хранятся в архивах, и главная сложность заключается в том, что архивы 19 века, да, они собраны вместе, но изначально они не были централизованы. Как было сказано в законе 1803 года Наполеона I, все товарные знаки регистрировались при коммерческих судах, то же самое имело место при Наполеоне III. Можно было обратиться в суд любого региона Франции и зарегистрировать там свой товарный знак, заполнив форму подобного, заявление подобной формы. Таким образом, получается, что существовало большое-большое количество реестров, которые были централизованы только к 20 веку. Если мы посмотрим примеры товарных знаков, и они были нецифрованы, таким образом, в цифровом реестре их нет, они хранятся только в архивах, где можно их и найти. Если изучать архивы, наши коллеги во Франции этим занимались, то можно увидеть примеры, как выглядели французские знаки середины и конца 19 века. Вот, например, товарный знак 1885 года, который регистрировался в коммерческом суде, коммерческом трибунале региона Париж, товарный знак коробки Louis Vuitton. Мы видим, что это та же самая форма, которая изначально была утверждена законом 1957 года. Вот эти две графы, изображение в середине, описание, тут написано кому именно выдан знак, вот пример такого знака. Вот пример другого французского знака. Это французский известный в XIX веке шоколадная фабрика Менье. Здесь видно, что товарный знак зарегистрирован другим коммерческим трибуналом. И собственно мы видим ту же идею, что первоначальные товарные знаки, которые прорегистрировались в основных ключевых странах мира, они были либо изобразительны, либо комбинированы, но они не были словесными. И для многих стран вот эта идея словесных товарных знаков пришла существенно позднее, ближе к началу XX века. Ну и есть множество публикаций XV века, где правоведы удивляются и говорят как же можно так манипулировать целое слово. Изображение это понятно. Вот так выглядят реестры французских товарных знаков XIX века. Вот здесь можно увидеть изображение товарного знака одного из производителей книга. Длительное время в французском сообществе патентных поверенных по товарным знакам существовал вопрос о том, а какой же товарный знак был зарегистрирован во Франции самым первым. И все говорили о том, что давайте посмотрим на номер. Вот есть товарный знак под номером 1. Это товарный знак Комиберри. И длительное время предполагалось, что именно этот товарный знак является первым, поскольку у него номер 1 в реестре. Он зарегистрирован в регионе Шатилом. Но в действительности оказалось, что это не так. В действительности оказалось, что, если мы говорим про законодательство 1857 года, что по дате приоритета и по дате регистрации первым товарным знаком являлся товарный знак аптеки Бутини. Аптеки Бутини. Мы видим его перед нами, поскольку несмотря на то, что у него номер был другой, он был зарегистрирован в другом реестре другого регистрирующего органа, другого суда, то не менее вот именно данный товарный знак большинством французских юристов в сфере Николайной Собс на текущий момент признается главным, самым первым зарегистрированным впервые по новой процедуре закона Наполеона Третьего. И если мы внимательно посмотрим на знак, то мы увидим с вами, что знак аптеки был для уплённого лекарства, был зарегистрирован за аптекой, которая находится по адресу Rue Notre Dame de Champs 7 в Париже. И я предлагаю отправиться и посмотреть, что же находится по этому адресу сейчас. Если мы отправимся с вами в Париж на улицу Rue Notre Dame de Champs номер 7, она находится совсем недалеко от Доксенбургского дворца, где проживал Наполеон I, принявший закон о товарном знаке 1803 года и закон кодекс Наполеона в честь интересующего нас недобросовест конференции, то мы увидим, что по этому адресу сегодня тоже находится аптека. Название изменилось, видимо, того лекарства уже нету, но это действительно улица Notre Dame de Champs дом номер 7, это Farmacy General, тут видно множество других брендов и товаров, но вот именно аптека расположена в этом здании, в этом месте во времена Наполеона III стала обладателем первого самого старинного французского товарного знака, зарегистрированного по процедуре закона 1857 года. Собственно, вот здесь мы видим местонахождение этой аптеки, а если сдвинуться чуть в сторону, то мы увидим Люксембургский сад и, собственно, Люксембургский дворец. И Люксембургский дворец, можно посмотреть, как выглядит, он на фотографиях, снятых с места, это есть место проживания. В мемарах написано, что Наполеон жил на первом этаже, а Жозефина жила на втором. Место проживания Наполеона, а сейчас здесь находится верхняя палата французского парламента, сенат Франции. Предполагается, что именно здесь Наполеон принял закон 1803 года Наполеон I о товарных знаках и принял собственно кодекс Наполеона. Но тут на самом деле нет никакого противоречия. Вот мы увидели с вами товарный знак номер один, зарегистрированный в французском реестре, увидели самый ранний товарный знак, зарегистрированный по процедуре 1857 года. Однако, как мы говорили, Наполеон I, не Наполеон III, в 1803 году, а не в 1857 году ввел возможность регистрации товарных знаков. Таким образом, мы должны предполагать, что некоторое количество товарных знаков было все-таки зарегистрировано в коммерческих трибуналах, в коммерческих судах Франции со времен Наполеона I по времена Наполеона III. И многие исследователи забывают про эти знаки. Тем не менее, они существуют, и их можно найти. Они хранятся в архивах Парижа. Если, например, мы посмотрим архивы Парижа коммерческого трибунала региона Сенна, то мы увидим, что вот в этом реестре систематизированном, вот как мы видим, в 2004 году содержится список. Это список тех товарных знаков, которые были зарегистрированы в трибунале, как после 1857 года, начиная с 24 мая 1858 года и по начало 20 века, так и до. И мы видим, что первая дата регистрации товарных знаков по старой процедуре, по процедуре Наполеона I, не Наполеона III, это апрель 1816 года. То есть мы предполагаем, что в апреле 1716 года данный трибунал зарегистрировал первые знаки, дальше достаточно в большом количестве продолжал регистрировать до того, как вступил в силу закон 1857 года. Разница заключается в том, что закон 1857 года во многом систематизировался и создал самую систему регистрации, а до этого можно было подать просто заявление и получить право защитить этот товарный знак в суде, если возникнет какой-либо спор. Второй момент и вторая важная составляющая закона 1857 года это то, что это первый в мире закон, который признал имущественное право на товарный знак. Чуть позднее мы посмотрим русский перевод этого закона, сделанный тем самым господином Неблесиным, который присутствовал от Российской империи на собраниях по поводу подготовки текста по реческой конвенции, о чем мы говорили на второй экскурсии в его книге он делал обзор всех международных актов того времени и отметил, что действительно полностью перевел текст закона 1857 года и отметил, что вот закон от 23 июня 1857 года о фабричных и торговых марках и в этом законе говорится, ну да, он использует тренологию о праве собственности на марке, потому что по мере не существует этого понятия исключительное право в текущем понимании гражданского кодекса, но вот если мы посмотрим, например, вторую статью, здесь написано, что никто не может присвоить себе исключительное право собственности на марку, если не представил образца в двух экземплярах в канцелярию коммерческого суда по месту своего жительства. То есть закон Франции в переводе Небальсина использует исключительное право собственности на марку, и это уникальный, наверное, случай. Таким образом, вот закон Франции 1857 года признал исключительное право, признал товарный знак объектом право имущества, право собственности, право исключительной собственности, как здесь написано. Это было первое, наверное, достижение этого закона. И второе достижение закона 1857 года это специальная норма, которая касается иностранцев. Кодекс Наполеона содержал отдельные общие нормы, подобно тому, как он регулировал в 1382 статье о несбросовестной конкуренции, он содержал отдельные нормы, которые касаются признания за иностранцами тех или иных прав, общегородских прав. И, в частности, если иностранец проживал на территории Франции, он получал определенные права. Если было заключено некое соглашение между государством подданства или гражданством иностранцей и французской империей, он получал определенные права, а здесь мы видим в законе 1757 года специальное регулирование, которое касается именно товарных знаков. И здесь говорится, что иностранцы, французы, заведения которых находятся во Франции, пользуются преимуществами данного закона. Если в тех странах, где находятся дипломатические конвенции, предоставлена взаимность для защиты французских марок. Таким образом, и, кроме того, этот закон расширяет саму идею наказания за нарушение права на товарный знак. При этом закон Наполеона 1-го 1703 года тоже предусматривает наказание. Этим принципиально отличается от других законов, действующих в то время от товарных знаков. Ну, чуть позднее, потому что первый закон. В части более детального прописания наказания закон 1857 года очень активно предусматривает различные различные случаи наказания. К закону можно посмотреть потом по ссылке, которая будет в комментариях под этим видео декрет о применении административных правил. Это что-то подобное типа административный регламент. Благодаря господину Небельсину отличный период. И, собственно, инструкция, которая тоже издана о применении положения данного закона. Во многом вот эта идея с административным регламентом, с инструкцией, с данным законом, то, что мы видим в законодательствах многих стран мира сейчас. Даже вот эта структура законодательства современного о товарных знаках, она во многом возникла благодаря деятельности Наполеона III и закона 1857 года. Но нас интересует не только закон... Да, чуть вернусь назад. Таким образом, в архивах Парижа мы видим свидетельство существования товарных знаков до этого закона. и сейчас в канале Games of Brands проходит конкурс на билеты на одну из онлайн-конференций, которая будет в мае-июне. И вот всем читателям, всем зрителям, всем читателям канала Games of Brands, всем слушателям подкаста Копикаст, всем зрителям наших IP-экскурсий, всем зрителям видео подкаста Копикаст, мы хотим задать вопрос. Тот, кто пришлет ответ на контакты Games of Brands, либо на контакты данного YouTube-канала, либо напишет его первым в комментарии, получит приз в виде бесплатного онлайн-доступа на конференцию по товарным знакам, которая будет проходить в Москве и будет ссылка на конференцию. Собственно, наш вопрос такой. Мы хотели бы, чтобы наши зрители и читатели нашли пример, номер, изображение, ссылку на товарный знак, который был зарегистрирован во Франции и предшествовал 1857 году. То есть мы хотели бы, чтобы кто-то из читателей прислал нам ссылку на французский товарный знак, зарегистрированный по старому законодательству, по законодательству 1803 года, по законодательству Наполеона первого в товарных знаках. В 1824 году были какие-то изменения и дополнения, но тем не менее, если тот читатель или зритель, который первым пришлет нам ссылку на такой товарный знак, он получит от Games of Brands приз, и в одном из следующих выпусков мы покажем этот товарный знак и обсудим его судьбу сегодня. Собственно, что нам самое интересное здесь, нам интересно то, что несмотря на то, что глобальные реестры, которые можно найти на сайте Всемирной организации собственных многочисленных патентных ведомств разных стран мира содержат информацию о достаточно древних товарных знаках, товарных знаках конца XIX века, империя Наполеона I и империя Наполеона III регулируют товарные знаки еще раньше, и до всех других стран мы видим регистрируемые товарные знаки в реестрах и будем внимательно их изучать и за ними наблюдать. Так вот, и в продолжении идеи про товарные знаки вернемся к сражению на реке Альма, где русские войска проиграли союзной коалиции французов, англичан и турецких войск, но во многом заложили основу для будущего регулирования. Пробеж этого первого грандиозного сражения обернулась последующая осада Севастополя, героической гибелью многих главнокомандующих стран российских войск этой обороны, первой обороны Севастополя, последующей сдачей Севастополя, оккупацией Севастополя французскими войсками до 1856 года и впоследствии окончанием Крымской войны и заключением мирного договора. Отдельный вопрос, который здесь тоже возникает, это вопрос о том, когда Наполеон Первый занял Москву в рамках войны 1712 года, и когда войска Наполеона Третьего заняли Севастополь в Крымской войне, если у вас был бы товарный знак на территории Севастополя либо Москвы и он нарушался бы, то как именно надо было его защищать? И ответ на данный вопрос безусловно зависит от того, какое законодательство мы можем применять. Скорее всего, в одной и в другой ситуации мы могли применять бы либо российское законодательство о товарных знаках того времени, либо французское законодательство о товарных знаках того времени. На тот момент времени французское законодательство безусловно предоставляло всем участникам гражданского оборота существенно большее количество прав. То есть, если мы говорим про Москву 1812 года, действует закон Наполеона 1803 года, действует законодательство о недобросовестной конкуренции, содержащейся в кодексе И если наш товарный знак зарегистрирован в коммерческом суде Франции, мы можем применить нормы закона 1803 года, можем обосновать сходства, можем потребовать наказания нарушителя. Если наши зрители считают, что во время военной оккупации применяются какие-то иные нормы законодательства, мы будем рады обсудить данную проблему в комментариях. Пишите, задавайте вопросы, мы готовы это обсудить. Если предположить, что применяется именно этот закон на территории, занятой французскими войсками, то применяется закон 1703 года. В части же законодательства 1712 года Российской империи, какое-либо законодательство товарных знаков как таковое отсутствует. Существуют еще и более ранние указы по отдельным отраслям, последний указ еще у Екатерины второй, о применении так называемых фабричных клеем, но эти клеемы, которые в Российской империи были основой будущего законодательства, будущего развития в части товарных знаков, они на тот момент времени еще не несут вот этой некой индиализирующей функции товаров в обороте. Представляется, что клеемы, которые наносились на отдельные товары, производимые российскими предпринимателями того времени, они в первую очередь несут некую фискальную цель. И, может быть, в каком-то отдельном выпуске МПИ-экскурсии, либо в каком-то онгриде мы расскажем про законодательство Алексея Михайловича, о клеемах Петра Первого, Екатерины Второй. Вот все это законодательство, оно преследует целью, в первую очередь, контроля за оборотом товаров и контроля за вывозом и ввозом российских иностранных товаров в России, но не преследует функцию товарного знака. Поэтому, если мы говорим про нарушение прав на товарный знак, то, как такового, законодательства на тот момент времени на 1712 год в России нету, в отличие от Франции, где есть закон Наполеона 1703 года, который применяется в данной ситуации. Поэтому, если мы подпадали бы по действию закона Наполеона, если мы были бы иностранцем, который проживал во Франции, либо французом, и наши права бы нарушались на территории оккупированной Москвы, то мы имели бы право пойти в местный коммерческий трибунал и потребовать сфакции, потребовать удовлетворения нашего требования и наказать нарушителя. Если мы говорим про ситуацию оккупации Севастополя французскими войсками в 1857 году, то здесь российская законодательство к этому моменту времени чуть более было развито. Это мы имеем указ с 1830 года, который налагает ответственность за использование тождественных клейм. И да, несмотря на то, что французская законодательство нам давало бы больше возможностей, давало бы сходство, давало бы возможность защитить права иностранцев, и давало бы возможность применить наказание, то российское законодательство, в отличие от того, не применяя сходства, могло бы защитить тождество и также привлечь к ответственности. Чего мы были бы лишены в Севастополе 1856 года? Мы были бы лишены возможности применить законодательство недобросовестно конкуренции, потому что в российской империи на данный момент времени такое законодательство каковое отсутствует. Во Франции мы видим кодекс Наполеона, две его статьи и большой массив судебной практики, который может посчитать действия нарушителей недобросовестных. Но еще сражение при реке Альма не поэтому стало движущей силой последующего развития законодательства. Оно, безусловно, стало первопричиной последующего поражения российских войск, поражения Российской империи в Крымской войне. И в 1857 году, как раз в год подписания Наполеоном Третьим своего закона о товарных знаках, Российская империя, стремясь выйти наконец из международной изоляции после заключения мирного договора по итогам Крымской войны, обратилась как раз к Франции с предложением о кооперации, сотрудничестве, развитии совместной предпринимательской деятельности и тому подобное. И Франция предложила Российской империи в 1857 году заключить соглашение, которое регулировало бы вопрос товарных знаков, вопрос защиты инвестиций, части предоставления взаимной охраны товарным знаком предпринимателей одного государства и другого государства. И важная деталь в этом заключается, важная историческая роль принятия данного закона лежит на госпоже Клико. Перед нами портрет вдовы Клико, мадам Клико, которая являлась одним из крупнейших поставщиков шампанских вин того времени. И если читать исторические исследования и всевозможные исторические мемуары, которые описывают обстановку пришествующего заключению соглашения между Россией и Францией о взаимном признании товарных знаков 1857 года, то можно увидеть ситуацию, что в самом начале 1857 года на таможне Российской империи в городе Рига была конфискована контрафактная партия шампанского под фальшивым обозначением мадам Клико, вдова Клико. То есть кто-то пытался ввести на территорию Российской империи товар, который был маркирован товарными знаками «Вдовы Клико», но при этом не являлся настоящим товаром «Вдовы Клико». Таможня арестовала данный товар, и дальше написано, что российская таможня решила продать этот контрафактный товар, конфискованный из публичных торгов, чтобы кто угодно мог купить, потому что другой процедур, видимо, кроме как продажи из публичных торгов, конфискованный товар в данном времени не существовало. И понятно, что продажи из публичных торгов в таможне конфискованного товара шампанская «Вдова Клико», фальшивая «Вдова Клико» — это нарушение самой идеи бренда, уникальности бренда, эксклюзивности бренда. В связи с этим содержится информация о том, что в 1857 году сама мадам Клико написала письмо французскому министру с просьбой пролоббировать, сподвигнуть остановку продажи российской таможни и уничтожение вина. Либо, во всяком случае, как написано, она просила в письме изъять товарный знак «Вдова Клико» с шампанского вина того времени. И, собственно, французский министр обратился к министру Российской империи. Судя по всему, эта партия была уничтожена. И результатом вот такого движения во многом это являлось вершиной движения. Статистические данные показывают, что было очень большое количество подобных клэшей и споров между французскими предпринимателями и российскими предпринимателями. Результатом стало принятие в 1857 году специального соглашения, которое было заключено между Россией и Францией. И соглашение 1857 года является тоже ключевым с точки зрения взаимного признания прав. Для нас в этом соглашении, это соглашение мы смотрим по сборнику Мертенса, обобщившего все подобные соглашения. Ссылка будет в первом комментарии под нашим постом. Нас с вами здесь интересует статья 22. В этом соглашении говорит, что высокие стороны будут покровительствовать мануфрактурной промышленности. И соглашаются с тем, что всякая подделка в одном из государств фабричных знаков, как написано в российском переводе, которые предлагаются в других государствах, есть нарушение, будет строго воспрещено и преследуемо. Собственно, вот это соглашение, ну, дальше написано, что фабричные знаки, которые принадлежат подданным одного государства, должны быть зарегистрированы в соответствующих органах другого государства. Если мы говорим про знаки российских подданных на территории Франции, то они должны быть зарегистрированы в, опять-таки, коммерческом суде Сенны, региона Сенны. Мы видели товарный знак, который был зарегистрирован в таком суде. А знаки французских подданных должны быть зарегистрированы в Санкт-Петербурге, в департамент мануфрактуры внутренней торговли. Собственно, это и есть то соглашение, которое по смыслу кодекса Наполеона, закона французского 1857 года, формирует взаимность между двумя государствами. Таким образом, это первый международный акт, первое международное соглашение между всеми государствами, когда бы то ни было существовавшими, которое взаимно признает права на товарные знаки с соблюдением особой процедуры. Соглашения Франции с Америкой, соглашения Франции с Великобританией были заключены существенно позднее, и таким образом российские подданные были первыми подданными, чьи права могли быть защищены на территории иностранного государства, в данной ситуации на территории Франции, как и визаверса, французские подданные на территории Российской империи. Другое дело, что статистика показывает, что российские подданные практически не воспользовались такими своими правами, и если большое количество французских знаков защищалось в России, то российские знаки во Франции фактически не защищались, не регистрировались. В 1860 году Наполеон III ввел во Франции специальный реестр для иностранцев, для товарных знаков иностранных компаний. Статистика показывает, что большая часть там была товарные знаки английских компаний, несмотря на то, что само по себе регулирование в Англии на тот момент времени подобно проработано отсутствует. Заслуга Наполеона III, а может быть и не заслуга, в том, что Наполеон III, видя большую популярность, высокое качество и значение французских брендов, использовал товарные знаки в качестве инструмента политического влияния, инструмента политического давления. Исторические исследования показывают, что Наполеон III фактически политически принудил не только Россию, которая подписала соглашение 1857 года о взаимном признании знаков, во многом как следствие Крымской войны желание примириться с победителем в данной ситуации с Наполеоном III и желанием раскрыть свой рынок иностранцам и получить возможность изучать свои товары за рубежом. Но также исторические исследования показывают, что и Англия, и Америка были фактически мотивированы Наполеоном III на заключение подобных соглашений. И если мы смотрим хронологию заключения, мы видим, что да, в 1857 году было заключено соглашение с Россией, первое соглашение позднее, в 1860-х годах были заключены аналогичные соглашения с Англией и с Америкой. И получается, что сама по себе концепция товарных знаков, как она была утверждена Наполеоном III в законе 1857 года, так или иначе оказала влияние на местное законодательство. Фактически, международные соглашения многими европейскими государствами были заключены с Францией до того, как данные государства ввели в действие собственные системы регистрации и собственные акты о товарных знаках. Например, в России, в Российской империи такой же детальный акт о регистрации товарных знаков, как французский закон 1757 года, был введен в действие только в 1890-х годах. То же самое в Англии и в Америке. Таким образом, получается, что если, когда мы говорим про Наполеона I и про его кодекс Наполеона, он использовал его как тоже некий инструмент мягкой силы, инструмент политического и юридического влияния на страны Европы, и страны Европы продолжили адаптацию после смерти Наполеона, после свержения его империи, после свержения империи Наполеона III в своих законодательствах, прививая в них и в их судебную практику концепцию недобросовестной конкуренции по модели, введенной к кодексу Наполеона, так и Наполеон III использовал товарные знаки, сам по себе инструмент товарных знаков, идею товарных знаков в том виде, как он ее видел, как инструмент политического давления, инструмент структурирования общественных отношений в иностранных государствах по той модели, которая ему была привлекательна и выгодна. Таким образом, сражение при реке Альма является ключевым, безусловно, опосредованно, безусловно, косвенно, но тем не менее является ключевым моментом, который повлек за собой поражение России в Крымской войне, но как результат привел к заключению России соглашение с Францией 1857 года и как результат привел к созданию своей собственной системы регистрации товарных знаков в развитии норм соглашения, аналогичную французской, утвержденной Наполеоном III. Вот такая у нас сегодня история про двух Наполеонов. Если у вас есть, да, напоминаю, что те, кто участвует в викторине на право получения бесплатного билета на онлайн-семинар, который проводится в телеграм-канале Games of Brands, пишите в комментариях, либо нам на почту, ищите, пробуйте найти товарные знаки, которые были зарегистрированы во Франции до 1857 года, и, возможно, это будут вообще первые товарные знаки в истории человечества, которые были, когда бы то ни было, зарегистрированы. Мы ищем такие знаки и присылайте, мы будем очень рады их видеть. Если вы их не найдете через несколько выпусков, мы вам покажем парочку таких знаков, но, возможно, вам удастся их найти самим. И, да, вот за сим мы прощаемся с эпохой Наполеонов, с эпохой Наполеона I, с эпохой Наполеона III. Мы помним, что они известны не только своими завоеваниями, своими великими победами и своими грандиозными поражениями, но также тем, что зажили основу в современную систему. Тему регистрации товарных знаков по всему миру. Всего вам хорошего, до встречи и обязательно скоро с вами увидимся. Всем наступающих хороших выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok